Друзья, доброе утро! Сегодня 8 января. Бивуак вписка сворачивается. Мы направляемся в Сан-Хуан-де-Маркону. Вы, наверное, заметили и, может быть, нет, что у нас в этом году появился пресс-кар. Это новая свобода действий. В общем, мы поехали в Маркону. Ну, уже вы поняли, что мы здесь не шутим. У нас даже есть свой стик. И все это очень серьезно. Вот этот человек, для того, чтобы сохранить интригу и набрать побольше лайков в наше видео, мы его личность раскроем только 17 января. Все это время он будет ездить в шлеме, чтобы вы все время думали, кто же это такой, кто же это такой. Шутка. Снимайте. Сейчас вы узнаете, кто это. Ребят, это Антон Шибалов. Это Антон Шибалов. Но вы не представляете, какое у нас счастье. И пресс-карт, и еще вот такой вот человек с нами. Это победитель Африки АКРС 2013-2015-2016. Антон, как тебе сейчас занесло? Сам не понял. Поехали. Едем в Маркону. Куда же это? На Дубровку. Антон, но давай объясним, почему ты все-таки на самом деле не управляешь спортивным КамАЗом. Дело в том, что твоя машина новая только заложена. Правильно я понимаю? Ну да, все верно. Это вот как раз заложено строительство на 2019 год, который сейчас начался. И по приезду с Дакара команда уже как раз предстоит постройка нового автомобиля. По всей видимости будет учен еще опыт вот этого Дакара. Поэтому ты получишь самый что ни на есть смак автомобильной мысли, накопленной за последние 30 лет командой КамАЗ-Мастер. А мы, конечно, несказанно рады, что Антон с нами. Это прекрасный эксперт. И всем вам, зрителям нашего канала, очень повезло, что всю эту гонку Антон Шибалов будет с нами. Мы на пути на Бивак Сан-Маркону, Сан-Хуан-де-Маркону. Параллельным путем идет спортивный маршрут. Мы едем по американскому шоссе. Конечно, не могли не остановиться на знаменитых линиях Наска. Загадочное плато Наска с огромными геоглифами. Вот посмотрите, просто хотели показать поближе, что они себя представляют. Это такие на многие сотни километров, если суммарно сложить вот эту длину загадочных этих линий. Как это сделано, тоже не совсем понятно. По цвету отличаются. Вы видите, сама линия чуть-чуть светлее. И говорят, что из-за разницы температур и давлений, которые из-за этого создается, тут более светлый участок, не заносят песком вот эти линии. Поэтому с древности многие века они сохраняются в таком виде, как мы сейчас их застали здесь. Спасибо вот нашему штабу в набережных челнах. Женя Быкова присылает смс-ки, а Вадим Чагин ведет твиттер КАМАЗ-мастер-тим. И информация СЦУ 342 километра напоминает 200 километров. Николаев идет первый, Дероев уступает 59 минут, Сотников 2.34, Вилагра плюс 4 минуты 1 секунда, Коргина в пятой плюс 5 минут 24 секунды, Денухтон плюс 6 минут 19 секунд, Масик быстро едет 6 минут 24 секунды. Вот Айрат Мардеев немножко пугает, плюс 11 минут 49 секунд. Как думаешь, в чем причина? Я думаю, это то, что они проехали вчера не очень хорошо, и у них стартовые позиции были чуть ниже, чем у остальных. Поэтому сейчас тяжело выбираться как раз, быть в серединке. Тут имеют очень тяжелую мощность, большую лидеры. Гарнир авто. Да, и гарнир, и грузовики впереди, и уже мотоциклисты, наверное, все равно кого-то они накатили. Очень сильная пыль, скорее всего, отсудят, потому что мы сейчас ходили на горку смотреть вот эти рисунки Наска. Ветрено. Ветрено, и вот этот, как мука, такой грунт, он, конечно, очень усложняется. Кстати, сегодня фэш-фэш в программе говорили вчера. Вот как раз, наверное, это и причина, наверное, оттягивания, вот кто едет сзади. Потому что это характерная как раз черта американских спецучастков, так как обогнать очень тяжело узкие места, либо горы, либо населенные пункты. Слушай, но сегодня, в этот раз, вообще, организации, конечно, превзошли самих себя. Вообще никакого описания этапа накануне не выдается, и журналистам приходится гадать, что там интересно происходит. Ни рельефа маршрута, ни высот, ни ландшафтов непонятно. Ну, вот это минус, конечно, да, и тяжело даже вот сейчас проанализировать, сказать заранее, что там может ожидать, допустим, даже имея опыт. И мне тяжело сказать, что у них сейчас там может происходить. Но это, наверное, опять же, делать, чтобы участники меньше знали, и это всю трассу видели. Это ущерб зрелищности делается, зря они это сделали. Ну, ладно, едем на бивак, и там будем ловить парней, спрашивать напрямую. Вот он, Янухтон, приехал на бивак без лобового стекла. Мы подумали было, что он тоже где-то уткнулся носом, и стекло вылетело от удара. Но голландские парни объяснили нам, что просто ошибка в конструкции. Капот слишком длинный, на один сантиметр он терся об стекло, ударял его, тем самым выдавив его, по сути. И 50 километров до финиша экипажу Тона Генуктона пришлось ехать без лобового стекла в таком мотоциклетном режиме. Вчера чуть больше, чем остальные занимались твоей машиной, механики, все нормально, никаких проблем не было, все хорошо? Ну, мы, может быть, вчера перестраховывались, не пришлось поменять некоторые узлы на короткие передач, чтобы не было неожиданности, все-таки Токар, поэтому сегодня проехали, проблем не замечено. Поэтому я думаю, что сейчас еще раз все посмотрим, но в целом я доволен, машина, и проблем не было, и пока посторонних гидосимптомов не наблюдались. Вот ты в привычном таком для себя атакующем агрессивном стиле идешь. Ты идешь на пределе, или у тебя есть какой-то запас с холодной головой, вот интересно просто, как ты себя чувствуешь за рулем? Ну, сегодня был такой, можно сказать, рваный немножко темп, смешный, потому что где-то нужно было аккуратничать, и дюны были не везде очень такие ходовые, нужно было быть очень аккуратным, потому что можно было и воткнуться, и все, что угодно. По опыту прошлого года старались действовать и быстро, и аккуратно, и рисковать сильно в дюнах, потому что там ошибки более чреваты по времени, а там более жестких и каменистых участков стали добавлять, поэтому, я думаю, мы сегодня поэтому вровень выше, то есть где-то мы были бы, может быть, чуть быстрее, потому что я видел соперников, где-то подъезжали, где-то отъезжали, поэтому будем делать корректировки, смотреть, как происходит, ну, конечно, я думаю, добавить могут все, еще не все на пределе, до второй день гонки только, но пока, я думаю, нужно еще посмотреть, и на 100% как бы еще пока не выходим, я думаю, ну, у каждого есть небольшой запас, и он... Впереди. Скажи, видел проблемы у соперников? Слышали, что Мартин Ван Денбринг перевернулся, у Сергея Визовича были проблемы, видел ли, наблюдал ли соперников? Ну, их, к сожалению, не видел, они были сзади нас, и это поэтому подтверждает, что трасса достаточно коварная, и нужно сохранять немножко холодную голову, понятно, что темп, гонка, скорость, но машину прежде всего нужно сохранить, ведь еще впереди очень тяжелая гонка. Ну, вот на бивак подъехал Андрей Коргинов, Андрей, несколько слов о конфигурации этапа, как он примерно, можешь его описать для наших зрителей? Ну, интересный день, длинный довольно-таки, 340 километров, и, как, чтобы она предупредили, будет череда дюн и твердого покрытия, так оно на самом деле и вышло, и постоянно приходилось работать давлением, то есть нужно было заранее предусмотреть, если ты въезжаешь в дюны, то нужно было сбросить, успеть давление под мягкий песок, если ты выезжаешь из дюн, то раньше накачивать колеса, чтобы по-жесткому уже у тебя было то давление, которое нужно для этой скорости, и помимо песка, конечно, были жесткие участки, ну, прямо где тяжело было, организм просто был невыносимый, но мы пытались не сбрасывать газ, понимая, что все в одинаковых условиях, и что вот должно здесь быть наш автомобиль, наши организмы, наша физическая подготовка должна была здесь вот нам давать преимущество. Ну, конечно, не везде получалось, были и потери, чуть-чуть подзастряли в дюнках, внимательно, маленько, но выбрались, поэтому, ну, я думаю, что все происходит своим чередом, как бы, все, я думаю, что... Потери во времени связаны были с тем, что немножко подзастряли, да? Навигационных проблем не было? Несколько раз подсели в дюнках, да, где-то, ну, сначала около пяти минут потеряли, потом еще две-три минуты, еще, ну, навигационная была одна особенность, тоже мы искали, не видел, в первую точку, то есть для нас это впервой, что для меня, что для моего штурмана Андрея Макеева мы не сталкивались с этим, ребята столкнулись с этим в прошлом году на Дакаре, это особенность Дакара, это гонки, и мы с этим впервой, поэтому есть нюансы, которые, как бы все время мы их не изучали, но на практике, пока с ними не столкнешься, не начнешь их понимать, поэтому мы, в принципе, поняли, как все это работает, и дальше, думаю, будет уже проще нам. Может, еще было бы легче, все-таки, ты едешь на честной механике, а те, кто на автомате, может быть, все-таки легче выбирать тягу двигателя и прочее на машинах с автоматической коробкой передач? Ну, честно говоря, иногда просился автомат, понимая, что, допустим, какой-то затяжной подъем, и ты тянешь на одной передаче, она уже у тебя выкрутилась, просится следующее, но понимаешь, что только ты выжмешь сцепление, сбросишь гаш, все, машина уже, наш мотор не надует, и вот приходится тянуть, тянуть, тянуть. Наверное, на автомате оно происходит переключение, на следующую передачу у тебя идет какое-то ускорение, наверное, он дает преимущество, скорее всего, но, тем не менее, будем стараться выжать из механики все, что можно, и нисколько не расстраиваемся, что мы на механике. Последним на бивак приехал экипаж Айрата Мордеева. Айрат, ну, наверное, самый эмоциональный момент сегодняшнего противостояния – это ваша заруба с Визовичем, но обо всем по порядку. К моменту финиша вы уже растеряли немножко времени, порядка 20 минут оставали, или если нет, поправь меня, почему, с чем связано? Ну да, мы чуть меньше 20 минут это было, потеряли немного в начале, подъехали к Андрею, как раз Андрей чуть подзастрял. Мы его проехали, остановились в зоне видимости, и в зеркала я смотрел, пока он вылезет, потому что, ну, мы закрывали из командских экипажей, и нужно было, конечно, убедиться, что он там не останется, что не нужна ему помощь. Мы, наверное, двух минут там потеряли, потом сами выбрались, все, поехали вместе, ехали долгое время, и все дюны получалось сразу брать, приходилось как-то траекторию, больше очень много джипов натыкалось, очень много мотоциклистов, вот, и приходилось где-то там другие траектории выбирать, да, на этом, конечно, теряли. Ну, и, конечно, немного темп, конечно, не могу пока, так сказать, в свой темп войти, немножко мешает невкатанность, но будем искать, знаем, где можно прибавить, где нужно прибавлять. В песке, в принципе, едется неплохо, то есть темп в песках хороший, теряем немного на их прямяках, с почками, где излишне, наверное, перестраховываемся иногда. Тоже немножко напрягает, что ты едешь, замыкаешь всю четверку наших экипажей, конечно же, это свой... Осваять специфика. Осваять специфика, ты должен понимать, что тебе уже никто не поможет. Ну, а так, немножко в навигацию тоже поездили, но там не так много, только быстро сориентировались. Там были не только мы, куча мотоциклистов, несколько джипов, Визович, Андрей Коргинов, я. Вот мы там немножко поездили, но мы, так только, Дима, самый первый, кто с этой сложностью исправился, все, мы выехали, вот, и ехали уже. Вот невидимая точка была? Она самая, так как говорят, штурмана дорогая, там, 2 часа. Невидимая, давай объясним зрителям, она просто не отображается в приборах штурманских каким-то направлением, ты должен ее просто найти, она пропищать, и тогда ты едешь дальше. Визович должен просто в радиус, там, 200 метров ехать, вот, и она тогда пропищит, то есть на нее не указывает ни курс, ни еще что. То есть у тебя есть курс, на котором она должна быть, и вот, ну, этот радиус, конечно, может быть огромный, ты можешь ее искать, там, не то, что час-два, и что, и больше. Скажи, ну, зато концовка этапа получилась довольно скоростной, мало того, там, по нервам у тебя поездили и Масик, и Визович, вот об этом эпизоде. Ну да, мы с Масиком там ехали долго вместе, там, елозили в Дюнах, то есть очень сложно, как в Дюнах они становятся впереди, мы, конечно, подъезжаем, начинаем искать места объезда, объехали Масиком и в Дюнах как раз, уехали вперед, и вот потом уже связочная история, на блуде он за нами зацепился, выехал вместе с нами, ехал за нами очень долгое время, и вот уже под самый финиш решил обогнать. Трамплин был как раз тот, на котором он лег в прошлом году. Тоже он так прямо на таком жестком торможении, чтобы он в последний раз, похоже, уже понял, что это то место, сбросился, ну, и за счет этого, то, что сильно сбросился, потерял, конечно, ход. У нас был ход лучше, мы начали его объезжать по Касагору, взяли точку, поехали вниз уже к финишу. Он тоже берет точку, разгоняется, ну, и тут уже он, практически бок о бок с ним неслись. Этот следующий трамплин высокий, в общем, такой, уступ вниз. Мы, ну, я его увидел, потому что я понимал, что там, особенно это видно было по камерам GoPro, которые стоят на вершинках. Если такие камеры стоят, там, ну, сто процентов что-то нереальное, что очень такое опасно, потому что все зрители любят стоять именно в опасных местах вот этих GoPro. Все, мы сбросились, просто газ отпустили, он нас объезжает, уже я тоже увидел, что он затормозил, но это было очень поздно. Потом пыль, все, пыль рассеивается, они лежат практически от того места, от которого было в прошлом году, там, 100 метров, что ли, и до финиша оставалось 100 метров буквально. Мы, естественно, сразу же остановились, потому что, ну, конечно, экипаж на наших глазах в такую аварию попадает, и механик сразу выскочил, убедился, что все в порядке, потом выскочил я из машины, увидели, все, через лобовое стекло ребята вылезли все. Сергей немножко там, да, в шоковом немного состоянии был, за спиной держался, но вроде как, мы несколько раз переспросили, все ли в порядке, не нужна ли какая-то медицинская помощь. Сказали, все нормально, начали уже там осматривать свой автомобиль. Тут подъехал уже джип организаторов, это как раз, кажется, и была медицинская служба, вот, и мы уже поняли, что, ну, передадим, так сказать, в руки профессионалов, с вами сели, поехали. Отличный день для командовцев, Эдуард Первый и на этапе, и в генеральной классификации, ну, а завтра нас ждет спецучасток Дарихипы, 331 километр бездорожья. Субтитры создавал DimaTorzok